Я думаю, что это не заставит людей быть такими критичными по поводу нашей какой-то сексуальности или эротичности. Как много времени тратится сейчас на подготовку к Рэймюзи Кесту? Насколько это особо глобально? Мы занимаемся костюмами несколько часов в день, минимум 3 часа хореографии с одним хореографом и с нашим хореографом, который нас ведет в принципе каждый день, тоже 2 часа занимаюсь. Первую тренировку сегодня я уже пропустила и сейчас после конференции я поеду и до конца до вечера уже буду заниматься. Вопрос от наших читателей. Вот вопрос. Твой любимый хит на это лето, какая музыка тебя заводит? Мой любимый хит? Ну, честно скажу, не хочу показаться не скромной, но мой любимый хит это наша песня Авокадо, у меня просто с ней очень много всего связано. И, конечно, очень приятно, что идет такая активная работа сначала над видео, перед этим мы там занимались, записывали, работали. И для меня, конечно, важно, чтобы те, кто ждет нашу видеоработу на эту песню, дождались и оценили по достоинству, потому что очень большая работа идет над этим всем. И на самом деле очень люблю этот хит, даже сейчас я была в гостях у своей подруги в Крыму, и там ее дети маленькие вообще обожают. Мальчик маленький, Максим все время подходил и говорил, чутя, это ты поешь? Ава-ава-ава-авокадо. Вот, кстати, все нас ждут, потому что у нас сейчас много, как бы я все их озвучивать не буду, тем не менее, когда будет премьера клипа? Премьера клипа будет в ближайшее время, как бы, вы сами понимаете, лето, и многие уезжают в отпуск. Это как бы не отговорка, но очень, как бы, кропотливая работа, потому что мы впервые связались с графикой. И я думаю, что в ближайшее время, я думала, что вот буквально на этой неделе будет уже премьера, но чуть-чуть задерживаться, и для нас это такая же, как бы, новость не очень приятная, как и для наших зрителей, которые ждут. Еще один вопрос по авокадо. Что вы подразумеваете по словам авокадо? Вы знаете, у каждого свое, мы даже втроем между собой это не особо обсуждаем, но это что-то очень личное, интимное. Я думаю, что даже у автора этой песни, у Миши Крупина, там, свое на уме, у каждой из нас свое. Ну, то, что это что-то личного характера, это 100%. Следующий вопрос, я дальше интересуется. Дашенька, видел ли тебя с новой прической Кейкетнер? Какова была его реакция, если видел? Пока еще не видел, но я думаю, что в ближайшее время у нас будет какая-то поездка в Америку. Мне бы хотелось уже в новом образе побывать на страничках любимого журнала. И я думаю, что это в ближайшее время произойдет все-таки. Чисто женский вопрос. Как вам приходится ухаживать? Часто ли приходится в это возобновлять? Ну, стригусь я почти каждую неделю. И я очень благодарна своему стилисту, любимому моему другу Андрею Крупчинскому, который настолько облегчил вообще мою жизнь и уход за волосами, потому что у меня были такие сложные волосы, вьющиеся, у кого вьющиеся волосы, у девочек, все знают, что очень, как бы, такой кропотливый труд их уложить, привести в порядок, потому что все время, это при том, что я люблю гладкие прически, все время там что-то выбивается, что-то где-то торчит. Сейчас я, конечно, ухаживаю точно так же, я там мою каждый день голову, делаю маски. В конце сейчас мне очень полюбилось кокосовое масло, такое, как пластинка большая, кокосовое масло. Я просто мажу от него волосы. Когда ежик, волосы очень такие острые и жесткие. От кокосового масла они увлажняются и блестят, и запах очень приятный. Следующий вопрос. Даша, не планируете дуэр с группой «Авиатор»? Их трое, вас трое, могло бы получиться что-то интересное, эротическое? Интересное, эротическое? Ну, не знаю. Как-то пока с ребятами, с «Авиаторами» больше, наверное, такие дружеские, товарищеские отношения. Я думаю, что нужно учитывать наши интересы в плане музыки. Мы чуть-чуть разные. А в принципе в планах никаких нет совместных работ? Есть, конечно, у нас в планах какие-то совместные дуэты. Я уже давно говорю Юрию Никитину, чтобы мы все-таки рассмотрели просьбы. И мне кажется, было бы здорово. Я думаю, что в этом году что-то появится интересное. Вы знаете, у нас все настолько спонтанно, мы никогда не планируем. Я считаю, что эпатировать можно только внезапно. То есть планы строить на что-то такое, как взрыв, невозможно. Но с кем хотелось бы спеть, возможно, так? Ну, мне бы хотелось с кем-то кардинально таким, я не знаю, каким-то скандальным. Мне бы не хотелось, чтобы это превратилось, знаете, в такую музыку, которую слушают дома, там, семейными вечерами. Пока еще есть порох в пороховницах, и хотелось бы как-то зажечь что-то такое. Может быть, если бы освободили, как называется, Pussy Riot, или как, группа, мне бы очень хотелось с кем-то с таким выступить. Может, с кем-то из иностранных. Мне очень нравится певец сил, он очень крутой. Может, с ним бы мы могли что-то. Следующий вопрос, не вопрос. Даша, поздравляю вас с прошедшим днем рождения, желаю всего наилучшего. Все дня. Спасибо большое. Так, скажите, опять-таки, вопросы, к которым мы никуда не денемся. Скажите, почему не добавляете друзей в ВКонтакте? Почему нет ваших концертов сольных, а только по клубам и ресторанам? Почему так мало песен в репертаре столько лет? Давайте с ВКонтакта начнем. Ну, ВКонтакте, вы знаете, тоже очень много заявок. У меня каждый день больше, чем 200 заявок. Я тоже, ну, я как бы взрослый человек, я знаю, что такое дружба. Ну, из своего сердца, из своей души нельзя устраивать общежитие. В друзьях у меня только те, кого я действительно знаю, или те люди, которые делают там максимально, там, ну, я не знаю, какие-то хорошие, полезные дела. Потому что уже на опыте я убедилась, как только там заявка приходит, ты мне так нравишься, я хочу там общаться, хочу больше узнавать, начинаются вопросы. Сколько раз в неделю ты стрижешься, а какого цвета у тебя лак на ногах, там, а ты чистишь на ночь зубы. То есть миллионам людей на такие вопросы я не могу отвечать. Есть страничка, которую я с удовольствием веду, обновляю буквально каждый день. Все, кто не попадает в список друзей, попадает в список подписчиков, которые не менее любимые, чем друзья. И стараясь, как-то стараясь смотреть, о чем люди пишут, что людей волнует. Сейчас в основном все очень, я бы даже сказала, злостно отзываются о том, что не выходит клип авокадо. Для нас это такая же больная тема, как и для каждого из вас. И мы точно так же негодуем и ждем, и переживаем. Но от того, что я еще буду писать, что ой, когда выйдет клип авокадо, ну я думаю, что ситуация не изменится. Мы готовим другой материал, новый, который очень надеюсь, что будет не менее радовать, чем наши хиты, наши песни. И я не знаю, какие популярные и любимые песни появляются там за неделю или за один день. Я такого не слышала. Всегда человек, который готовит новый альбом, который готовит что-то новое и большое, то, что будет радовать не одного человека, а миллионы. Всегда человек уходит в какое-то, так сказать, подполье, чем мы сейчас и занимаемся. У нас в основном и репетиции, мы готовимся, постоянно меняем программу, меняем старые постановки, привлекаем каких-то новых людей, учим, готовим новые песни. То есть, я не знаю, как можно так... Концертов у нас достаточно, мы очень много ездим. Мы каждый месяц где-то за границей, там несколько дней бываем. И я не знаю, что может быть более сольным, чем выступления на стадионах и на площадях, где мы работаем. Я не знаю, что имеют в виду под соль. Каждый год сольные концерты в Киеве бывают. А турне никого будет? Ну, возможно, там после выхода клипа или возможно... Сейчас у нас планируется турне по городам России. Ближайший концерт, по-моему, в городе Саранск. Ну, то есть, все транслируется на страничке ВКонтакте, в Фейсбуке. Сумми интересуются. У вас фото есть? Кто это с загадочной бабой? Загадочный бабой, это, конечно, мой герой. Герой моей квартиры. Моего дома, где я живу. И я всегда с шутками обращаюсь к своим читателям, что там, бабай. Сегодня я намазалась твоим любимым кремом. Я почистила зубы и даже сделала маску для лица и для рук. Одела повязку на глаза. Так что, если ты думаешь прийти ко мне ночью, пожалуйста, не снимай повязку. Ну, то есть, все время какие-то смешные посты с обращением к бабаю. Я думаю, что люди ценят эту шутку. Конечно, для меня это больше уже, чем персонаж, потому что практически год он участвует во всех моих каких-то... От того же суммы вопрос, делали вы пластику? Наверное, все-таки она не вам. Пластику я никогда не делала. Ну, глупо что-то кому-то доказывать. Я говорю, что очень смеются над этим жителем моего родного города, друзья, которые меня знают с детства. «Ой, ты читала, там пишут, что у тебя там что-то сделано». Ну, это все так смешно. Я думаю, что я бы даже согласилась, чтобы сделать это один раз и навсегда. Там встретиться с любым пластическим хирургом, который бы посмотрел и сказал один раз. Для всех, кому это так интересно, что у меня все свое, все натуральное. Вопрос. Хотите ли вы замуж и когда? Я очень верю в то, что все случается вовремя. И смешно мне, когда я приезжаю домой, и мои бабушки там все в один голос начинают плакать. «Ой, у тебя бы нема человека, нема детей». Я говорю, вам от этого легче не будет, если появятся сейчас мужи, дети. Все должно быть вовремя. У меня настолько сейчас много всяких планов творческих, нереализованных. Я думаю, что это все-таки берет вверх над желанием стать мамой, стать женой. Но все-таки, конечно, я не хочу выходить замуж. Для меня это вообще, вы знаете, мы так часто становимся в силу своей профессии, мы так часто становимся свидетелями этих свадеб. Для меня замуж это такое понятие, знаете, абстрактное. Для меня в паспорте штамп ничего не менять. Мне бы очень хотелось, чтобы рядом был человек, который бы разделял мои интересы, мои цели, планы на будущее, чтобы он так же любил детей, как я люблю. Чтобы ему так же в кайф было оживлять вот этот вот быт домашний. Мне кажется, это любой нормальной женщине такого хочется. Но мне бы не хотелось стать злой мамкой, которая там «Вынеси мусор, помой посуду, отведи детей». Мне бы хотелось, чтобы это все было... Может, это только в сказках бывает, но мне бы все-таки хотелось, чтобы это было легко и с шуткой. Чтобы у человека, который будет рядом, было такое же чувство юмора, как и у меня. Чтобы он меня любил не за то, что я красивая, и меня можно увидеть в телевизоре, или еще за что-то. А чтобы он меня любил любой, я не знаю, успешной, и просыпающейся утром смешной, ненакрашенной. И там какой-то, я не знаю, сопливой, больной, с температурой. Ну, это, мне кажется, счастье. А какой-то строить план, вот там через год, через два, выйти замуж, я этого не хочу. Я считаю, что все вовремя. Если сейчас у меня такой период, когда я себя могу реализовать в своем каком-то творчестве, вы знаете, я каждый день в себе открываю какие-то новые возможности, какие-то таланты. Я сейчас очень много пишу, и мне это доставляет просто немыслимое удовольствие. И каждая моя новая картина, это какая-то новая грань, что-то новое, в чем я могу отобразить свои какие-то переживания. И мне это очень нравится, и я занимаюсь очень известной молодой художницей с Анной Валиевой. Она меня очень хвалит, как бы, и говорит, что это вообще какой-то феномен. Но я не хочу, как бы, хвастаться, но мне действительно есть чем заниматься. А проявление художества, допустим, будет какое-то? Ну, как бы, я не поверю, что творец что-то делает, что все равно хочется, наверное. Ну, я думаю, что мне очень хочется. Все говорят, давай сделаем выставку, там куча всяких идей, но мне бы хотелось все-таки, чтобы это было что-то концептуальное. Пока мои картины, это, я не знаю, подарки моим близким, но я думаю, что они там на пару каких-то дней отдадут для выставки. И мне бы хотелось показать, возможно, это станет для кого-то примером, что не обязательно, я не знаю, там, знаете, как многие там мне говорят, а сколько ты заплатил, чтобы попасть там туда? Для меня это такая дикость вообще. Я всегда с людьми сотрудничаю с теми, с кем мне интересно, кто действительно заинтересован в каком-то сотрудничестве. И мне бы хотелось, чтобы выставка, она там была с пользой, там, и чтобы мы могли там кому-то помочь, там, я не знаю. Мне бы не хотелось вот этого пиара, который многие там украинские артисты делают, там, я не знаю. Вот как раз вопрос по поводу помочь участникам благотворенности. Не думали устроить распродажу своих вещей, ненужных, на благое дело? И в довесок еще один вопрос. Что вы сделали со своими украшениями для волос? Подарите мне хоть что-то. Это не нанка моя, написала случайно. И романка. Ну, благотворительностью я стараюсь заниматься, как бы, постольку, поскольку у меня действительно очень много людей, там, в моем даже родном городе, которым я помогаю. И я очень рада, что у меня есть возможность помогать, не просто, знаете, как многие люди отдают деньги, они даже не знают, куда эти деньги уходят. А я помогаю реальным персонажам, которых, я там, не знаю, с детства, там, кто-то болеет, кто-то не имеет возможности, там, двигаться. И лучше, знаете, это будет 2-3 человека, которым действительно ты можешь сделать что-то существенное, а не отдавать, там, какую-то сумму, и ты не знаешь, попало это этим детям, или пошло в карман какому-то дяде. Тот, кто рано стоит в жаре, он поздно ложится в саба, вы кто? Ой, мне так тяжело ответить. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы просыпаться с восходом солнца, но сейчас просыпаюсь в 7-8 часов. Мне очень тяжело планировать свой режим дня, потому что с поездками, с концертами бывает такое, что выход на сцену в 3 часа ночи, в 7 утра самолет. О каком нормальном, здоровом сне мы можем говорить. И это, в основном, все время, каждую неделю. В общем, какой зафиг, какой еду. Я стараюсь не бороться с природой, как бы, очень форсирую так, как вот получается. Стараюсь, конечно, засыпать до 12-ти сейчас, потому что весь прошлый и позапрошлый год я настолько серьезно подвисала в всяких интернет-ресурсах и так далее. Я там могла, я живу за городом, я могла там тусоваться в городе до 11-ти, до 12-ти, там на тренировках каких-то быть, в бассейне плавать и засыпать там в час-два часа ночи. Я понимаю, что это не очень хорошо для женщины. И все-таки стараюсь просыпаться рано, что-то готовить, делать какой-то завтрак, делать какие-то домашние дела. На свою голову зимой насадила. У меня была такая депрессия. Я всегда стараюсь это все как-то, ну, воплотить эту энергию в какие-то дела. Я начинаю, захожу в гардеробную, начинаю там доставать все вещи. Тут же вспоминаю, что нужно полить миллион цветов. Я зимой насадила очень много цветов просто у меня дома, клубы. Начинаю эти цветы стричь, поливать, переставлять там, досыпать грудь. И мне это такое удовольствие приносит. Может, это, конечно, такие личные рассказы, но я не знаю. Я очень люблю заниматься домашними делами, но мне бы не хотелось, чтобы это становилось такой каждодневной рутиной и обязанностью. Все, что я делаю, мне действительно в кайф, и я это делаю очень так, размеренно. Отвечаю, что за глупые слухи по поводу твоей смены пола? Это же клевета и выдумки? Это, я считаю, что даже отвечать на этот вопрос. Я не знаю, если я сменю пол, то, наверное, я, может, стану еще более женственной и какой-то, я не знаю. Самый нелепый слух, который я себе слушаю, помимо вот этого? Ну, вот это, наверное, самый нелепый слух, потому что он нелепый тем, что он затронул даже моих родственников. Потому что позвонила моя бабушка и говорит, это же неправда. Я говорю, так, если мы будем продолжать об этом разговаривать, я просто... Родные еще не привыкли, да, к подобной ситуации? Родные привыкли, но сколько бы я не выбивала из них вот это желание слушать и читать газеты, слушать радио, смотреть телевизор, они, тем не менее, слушают, смотрят, верят. Ну, и так для интереса переспрашивают. Вы были в отпуске, где отдыхали или куда планируете, если еще не было? В этом году нам повезло, у нас было несколько шансов отдохнуть. Первый раз мы отдыхали в Турции, мы совместили там, у нас были концерты, несколько выступлений. И второй отпуск был не такой длительный, поэтому я решила навестить своих друзей в Крыму. Конечно, замечательный отдых, потому что я не люблю такой пассивный отдых. Мы очень много ходили, очень много смотрели разных красивых мест. Я, признаюсь честно, никогда не была в Крыму, больше там двух-трех дней, все время была по работе. Никогда не удавалось отдохнуть, там, сейчас мы были в таких красивых местах, вообще ходили много, там. Следующий вопрос. У сирот, вы за, против, в курсе? Я в курсе, буквально недавно узнала, и я не знаю. Для меня это, конечно, такой сложный вопрос, я верующий человек, но я за эпатаж. Ну, вы как бы в курсе. Козловский интересуется, уж не знаю тут ли. У вас очень милые веснушки, может, хватит прятать себя настоящей под гримом? Я скажу, что грим, это такой же праздник для меня, как, я не знаю, там, поход в зоопарк или в цирк. Это просто, я вам скажу, что в основном грим я накладываю только по работе, скажем так, концерты, какие-то съемки. В жизни я даже не крашу даже весницу, даже не делаю укладку сейчас, ну, совсем легкую, совсем маленькую. Я люблю больше все-таки настоящую красоту, и считаю, что любая девушка все-таки красивее, когда она не накрашена. Почему вы так спокойно перемещаетесь без охраны? Вы знаете секрет? Уж не знаю, какую секрет вы должны знать. Чуть перефразирую вопрос. То есть, как часто приходится сталкиваться с ситуацией, вот, в быту, да, когда эта охрана, возможно, и понадобилась? Ну, честно говоря, я больше верю в то, что любой конфликт и любые какие-то неприятности лучше решать без охраны и без оружия. Я мирный человек, и я считаю, что со всеми можно договориться. У меня достаточно часто случаются в жизни ситуации, когда я готова даже пустить в бой кулаки, ну, как бы, я всегда готова. Ну, смысл? Все мы люди, мы же не животные. Ну, на хамство все равно нужно как-то реагировать. Ну, как? Ну, как? Ну, скажите, как реагировать? Только с любовью, улыбкой и шуткой. Ну, и помогает? Ну, у меня вчера была очень смешная ситуация. Я ехала на велосипеде далеко за городом, уже, как бы, солнце зашло, уже так темнело. Я проезжаю, ну, просто три каких-то пьяных чувака. Ну, и они там мне что-то вслед начинают какие-то гадости кричать. Я разворачиваюсь, подъезжаю, становлюсь вот так одной ногой, сигналю им и говорю еще одно слово, и я вам покажу приемы Джики Чана. И говорю, лучше с этим не шутить. Ну, я не знаю, я просто отвернулась и эффектно уехала, переключив на всякий случай на третью скорость. Но я считаю, что, вы знаете, улыбка всегда решает очень много. Даже улыбнувшись в ответ, можно сохранить там передние зубы. Главное, сделать это искренне. Какие у вас отношения с другими артистами Моно Юзи, ходите ли друг к другу в гости? У меня, в принципе, очень хорошие. Это, наверное, единственные артисты украинской эстрады, с кем я общаюсь так близко. Я очень люблю Андрея Данилко. Для меня это очень важный, авторитетный артист, которого я могу послушаться, прислушаться к его советам, посоветоваться, спросить что-то. И для меня очень важно, что есть такие люди, которые действительно искренне ко мне относятся хорошо. Ира Билок. Я очень уважаю Ирину и восхищаюсь ее творчеством и талантом, и вообще ее женственностью. Насколько в ней вот это вот женские такие замечательные качества развиты. Я всегда преклоняюсь перед ее творчеством и вообще, в принципе, ее женской позицией. Для меня она примерно с Юрой всегда сравнивает в каких-то моментах. И мне, конечно, очень приятно, потому что, ну, сильные девочки понимают, о чем я говорю. Оля Горбачева тоже умничка, талантливая. С ней всегда весело. И я обожаю, когда мы встречаемся в аэропорту, нечаянно, негаданно. И летим, и она всегда смешит. Это всегда очень весело. Ну, там, приезжаем с полными карманами смеха. Прилетаем, приезжаем. От Егора вопрос. В чем вы можете назвать себя извращенкой, сокровищенно? В чем? Да. Ой, я недавно об этом думала. Очень смешная такая вообще. У меня черта есть. Я пытаюсь над ней смеяться, но из раза в раз это повторяется. Там, допустим, у нас выезд в 5 утра. Я уже в 11 часов вечера собрана. Собрала чемоданы, приготовила на утро себе там одежду. Что-то там. И тут я вспоминаю, что где-то у меня были там красивые сережки. Я могу их одеть завтра. Я просто начинаю с ног на голову переворачивать все в своем доме, искать. И я не успокоюсь. И буду искать их до полпятого. И в полпятого лягу полчаса посплю. И утром просыпаюсь и ругаю сама себя. Зачем оно мне? Ведь я их все равно бы не нашла. Ну, вот такая вот какая-то черта. Абсолютно смешная. В характере. Ну, да. Тим интересуется. Как часто в ресторанах заказываете блюда из авокадо? Не считайте, что это каннибализм? Я не слышал песню. Там, наверное, как бы авокадо позиционируется. Ну, песня называется, да, авокадо. Честно говоря, я на этом не помешана. Но так как я практически не ем мясо, я очень часто ем какие-то овощные салаты. Там салаты с морепродуктами. А морепродукты очень часто сочетаются с авокадо. Абокадо это вообще афродизак, считается. Абокадо? Угу. Да. От Даниила вопрос. Какие ароматы вы с собой ассоциируете? Почему? Ой, это моя слабость. В принципе, белье и ароматы. Я не знаю даже, как вам объяснить. У меня просто немыслимое количество коллекций всяких. Я очень люблю эксклюзивные ароматы, которые, сочетаясь с кожей, как бы меняются и становятся совсем другими, уникальными, непохожими на что-то. Мне очень нравится линия парфюмов от History Parfums. И самый любимый аромат. Все говорят, ой, вам нравится то, что нравится Анжелине Джоли. Ой, это так смешно. Я даже в Америке покупала. Они называются 1969. И многие говорят, а, 69 в конце, все понятно. Ну, кому что. Мне просто очень нравится этот запах. И он действительно такое выражение какого-то моего такого незабываемого ощущения из себя. Я очень люблю на какие-то серьезные выступления, там, такие долгожданные. Я всегда наношу это. Есть какой-то, возможно, запах из детства? То есть, ну, там, не знаю. Запах из детства это... Ватрушек, который делала бабушка. Нет, это мой любимый запах. Аромат Christian Dior, Diorissimo называется. У мамы был такой парфюм. И я так любила. Меня отправляли часто просто к бабушке с дедом. И когда мама приезжала, я вот так стояла издалека, ее высматривала. И когда увидела на горизонте, бежала по улице со всех ног. И самый первый аромат, я вот обнимаю маму вот так за талию. И прям вот здесь слышу этот аромат. Она так настолько благоухала всегда. И для меня даже я сейчас, я так его боюсь нюхать, потому что сразу такие какие-то воспоминания. Но это как музыка, там, я не знаю, аромат. Сразу тебя переносят в какие-то... Какие имена больше всего нравятся? Мужские и женские? Ранее спасибо, Дмитрий. Мужские и женские? Ну, имя какое-то мужское.